Музыка Сколько удивительных историй хранят эти улицы. Что-то известно многим, что-то бытует уже в виде легенд, а что-то утрачено окончательно. Но есть одна, о которой забывать не следует, хотя бы из уважения к людям, без которых наш город был бы совершенно другим. Сегодня мы поговорим об американских финнах, которые в 30-е годы пересекли океан и приехали в Карелию, чтобы начать здесь новую жизнь. Дорогая сестра, благодарю тебя за твое первое письмо, которое я получил уже давно. В настоящее время мы направляемся на корабле в советскую Карелию. Как ты знаешь, капиталистическая экономика всего мира сейчас ограничена узкими рамками. Или, говоря другими словами, капиталистическая система находится в большом беспорядочном хаосе. В настоящее время Советский Союз – это удивительная страна, где есть работа. Вот причины, по которым мы сейчас в пути. У нас все хорошо. Погода тоже хорошая, поэтому морское путешествие проходит весело. Я напишу еще, когда доберусь до места. Это письмо молодого Давида Миккенена сестре, которое он написал с борта парохода «Дротингхольм» 27 июля 1931 года. Он, как и еще около 7 тысяч его земляков, отправился в Советский Союз в поисках счастья, которое, как ему казалось, он обретет в стране всеобщего равенства. Почему американские финны и как они оказались в Карелии? Все дело в том, что, начиная с 1900 года, финляндское княжество испытывало острый как социальный, так и экономический кризис. 17-й год – провозглашение независимости и, как результат, гражданская война. Все это привело к эмиграции. Одни бежали от разрухи и нищеты, другие – от нового правительства. Но путь у них был один и тот же – через Атлантику, в Канаду и Соединенные Штаты. Только лишь с 21 по 30 годы в одну Канаду из Финляндии переехало больше 30 тысяч финнов. Но легкой жизни не получилось. Великая депрессия, обрушившаяся на Америку, больней всего ударила именно по эмигрантам. Многие остались без работы, а кто и продолжал трудиться, получал ровно столько, чтобы не умереть с голоду. В это же время руководство Советской Карелии в лице Эдварда Гюлинга отлично понимало, что молодому социалистическому государству нужны квалифицированные рабочие руки. Были организованы такие бюро в Нью-Йорке и в Торонто по вербовке специалистов. Инициатором этого был Эдвард Гюлинг, который работал в этих комнатах, работал в этом здании. Гюлинг прекрасно понимал, что в Карелии, в Петрозаводске очень остро стоит проблема с кадрами, с квалифицированными кадрами. Поэтому была организована такая компания по вербовке специалистов. Что примечательно, лишь каждый шестой, приехавший в Карелию, разделял коммунистические идеалы. Многие были сочувствующими, но все же значительная доля переселенцев в Советскую Карелию бежала из Америки и Канады по финансовым причинам, спасаясь от кризиса. Эта фотография датирована 18 августа 1931 года. На ней группа финских эмигрантов, отчаливающих на пароходе в Советский Союз. Среди них есть и Дагне Сало, молодая девушка, отправившаяся вместе со своим отцом Артуром, мамой Марией и младшим братом Тойва искать счастье на другом конце океана. Об этой истории нам рассказала ее дочь Дорис Ивановна Дубровская. Инициатором переезда стал глава семейства Артур, который уже 18 лет уехал из Финляндии пытать счастье в Америку. Он просто очень верил в социалистические идеи, и он понимал, что там как раз была безработица, он остался без работы. Мама закончила школу, дальше, чтобы продолжать образование, нужны были деньги. Вот младший брат закончил тоже какой-то, дальше надо было платить уже в школе. И там этой школы не было, там, где они жили, в общем, там проблемы были. Кто ехал, это были активные молодые люди, полные сил и жизненной энергии. Кто мог, вез с собой инструменты, кто-то даже машины. А те, кто победнее, не имели ничего, кроме рабочих рук, которыми они были готовы построить свое счастье на новой родине. Дед-то у нас безработный был, и у нас они не жили там богато, нормально была просто семья, жили нормально. Вот, и потом у него не было своей фермы, не было своей техники, это было не его, а дедушкино, ну, маминого отца. Поэтому на это они не рассчитывали, они жили своей семьей. Вот, поэтому, а многие везли, я знаю, что многие везли технику и все, чтобы вот именно строить социализм и, в общем-то, свои средства, с помощью которых можно было вот чем-то помочь нашей России. Но энтузиазм многих заканчивался очень быстро. По воспоминаниям современников, некоторые возвращались обратно, даже не успев распаковать чемоданы. Чтобы приехать, семья Сала продала свой небольшой дом. Приехав же в советскую Карелию, они оказались в бараке. Ну, мама говорила, что первое впечатление было ужасным. Потому что они же жили уже в цивильной стране, тут приехали и, в общем-то, в бараке их поселили там, как, в общем, тяжелым. Писем, подобных тому, что было отправлено с борта парохода, с территории Карелии переселенцы уже не отправляли. «Живем неважно», – писал из Кондопоги один из переселенцев. «Все время нажимают, а насчет питания не заботятся. Здешние обеды ни в какое сравнение не идут с питанием американского безработного. На первое суп – это водянистая похлебка, на второе – несколько штук ряпушек. И стоит это полтора рубля». Семье Сала повезло больше других. Через некоторое время сам Гюлинг предложил Артуру переехать на работу в Петрозаводск, где он в конечном итоге стал заведовать ремонтными мастерскими. Совсем скоро у них появился свой дом, построенный самим главой семейства. Жили американские семьи общиной, тесно общаясь между собой. «Когда они сюда приехали, мы еще маленькие были, но когда шли там «Hello, Dagny», они все на английском. Вот все, кто приехал из Америки, между собой они разговаривали на английском. И так красиво все это звучало, потому что родной язык был для них английский». Общи финнов, приехавших из Америки, с уверенностью можно назвать элитой Петрозаводского общества того времени. Очень много музыкантов, высококлассных специалистов, учителей. С помощью их рук в городе в 35-м году появился водопровод. Именно переселенцы из Америки добились открытия национального театра. Первыми преподавателями факультета иностранных языков были носители языка североамериканские и финны. А карельская сборная по бейсболу, была и такая, стала чемпионом Советского Союза. Ну, внешне это были, конечно, совершенно не похожие на петрозаводчан люди. Вообще, я должен сказать, напрашивается такая формула. В Америке они были финнами, здесь они все-таки были американцами. Очень были сложные взаимоотношения с местным населением. Их очень часто, этих американских финнов называли буржуями. Все-таки. Это были буржуи в менталитете. Еще бы. Основная часть коренного населения города – это бедные крестьяне, лишь недавно осевшие в Петрозаводске. А тут приезжают иностранцы из Америки. И им тут же дают льготы. К слову, на первые три года переселенцы из Нового Света, хоть и жили зачастую в бараках, были освобождены от подоходного налога, получали увеличенный паек. Привыкнув к жизни в Америке, они пытались перенести свои традиции на советскую почву. Однако привело это к последствиям, которых никто из переселенцев даже не мог себе представить. Наступал 1937 год. Жить хотели все. Но очень часто это получалось за счет кого-то. Я никого не обвиняю. Я просто догадываюсь, что в 30-е годы мне обязательно было писать на кого-то донос. Надо было, во-первых, просто молчать. Просто молчать. Перестать здороваться, перестать кому-то ходить в гости, звонить, если человек объявлялся изгоем. Но это вечная проблема. Это вечная проблема. Это не краеведческая страница в истории нашего города. Человеческая проблема взаимоотношений и внутри американских финнов, и внешней среды их. По подсчетам исследователей, каждый десятый репрессированный в 30-е годы финн был американского происхождения. Среди них оказался и дед Дорис Ивановны Дубровской, Артур Сала. Вы думаете, мы знаем почему. Пришли и арестовали. И все. Врагом народа назвали. И потом была очень тяжелая жизнь, потому что дочь врага народа. Я это даже помню после войны. Даже когда пошла в школу, в 1-й класс, в 47-м году я пошла в школу. Было такое неприятное. Нам старались дома об этом не говорить, но тем не менее, все равно, что дед считался врагом народа, им тоже было неприятно. Из лагерей Артур Сала не вернулся. Он погиб там в 42-м, а реабилитировали его, как и многих его земляков, лишь в 50-х годах. Его дочь Дагна Артуровна начала преподавать и стала заслуженным учителем РСФСР. В своих интервью она часто говорила, что не жалеет о том, что ее семья переехала в Карелию. Как до последних дней не жалел и отец, который отдал свою жизнь ради благополучия своего нового дома, оказавшегося не самым гостеприимным. Редактор субтитров А.Семкин